Светущая пустыня Анза-Борега. Калифорния, США. Большую часть времени Анза-Борега, как любая добропорядочная пустыня, представляет собой безжизненное пространство. Но в начале марта, после дождливой зимы, она покрывается цветочным ковром, посмотреть на который съезжается пол Америки. Кстати, весной тут прохладнее обычного, плюс 32 градуса по Цельсию, сухо и ветрено. Деревья-призраки, Пакистан. Деревья-коконы появились в Пакистане после наводнения 2010 года. Уровень воды не снижался так долго, что паукам пришлось обживаться где повыше. Они оплели паутиной стволы и ветви, превратив привычные пейзажи в творения сюрреалистов. Деревья-призраки до сих пор можно встретить в провинции Синд, у берегов реки Инд. Озеро Хиллер, Австралия. В мире много розовых озер. Редба в Сенегале розовая из-за особых цианобактерий, на Куру в Кении из-за фламинго, в Теревьеха в Испании из-за соли. А вот почему у австралийского озера Хиллер такой невероятный цвет, ученые до сих пор не знают. Поэтому ценители прекрасного со всей планеты не только любуются им, но и наперебой выдвигают свои версии. Самый живописный вид на Хиллер открывается с воздуха. Подводные ели. Озеро Каинды, Казахстан. Раньше в ущелье Кунгей Алатау зеленел лес, но после землетрясения 1910 года сюда хлынула вода и затопила деревья. Теперь они растут прямо из озера Каинды. Посмотреть на подводные ели съезжаются дайверы. А где еще вы поныряете в лесу? Столбы выветривания Мань-Пупунер, Коми, Россия. 200 миллионов лет назад на этом месте стояли высоченные горы. Непогода век за веком разрушала слабые породы, но твердые сирициты-кварцитовые исландцы по закону Дарвина выжили и сохранились до наших дней. Теперь на горе Мань-Пупунер, Малая гора идолов, высится семь причудливых столбов. Народ Мань-Си издавна видел у них фигуры людей и животных и обожествлял изваяние. Океан звезд, остров Ваатху, Мальдивы. На самом деле волны у побережья Ваатху светятся из-за биолюминесцентного планктона, но на месте больше верится в то, что это звезды попадали в океан. Ступенчатые озера, провинция Сычуань, Китай. Восхитительные травертиновые ландшафты на севере провинции Сычуань – результат многолетней кристаллизации кальциты. По-научному звучит скучно, поэтому поэтичные китайцы считают слоистые каскады с лазурными озерцами шкурой дракона, которую тот сбросил, когда пролетал над землей. Ползучие камни – долина смерти США. На высохшем озере Рейстрек-Плайя в долине смерти видны длинные следы. Эти камни медленно перемещаются по глинистой поверхности. Исследователи долго ломали голову над тем, как они ползают и переворачиваются без участия живых существ. Сначала выяснилось, что передвигаются камни раз в 2-3 года, а следы сохраняются еще года на 4. А в 2014 году загадку наконец раскрыли полностью. На поверхности озера в морозной ночи образуются большие, но тонкие участки льда. Их увлекают за собой ветер и подледное течение. На них-то и ездят камни-путешественники. Кочующий остров Сейбл, Атлантический океан. Канадский остров в виде полумесяца отличается непостоянством координат. Он угодил на пересечение теплого гольфстрима и холодного лабрадорского течения, из-за чего движется со скоростью 200 метров в год. На Сейбле постоянно живут всего 5 человек, персонал метеорологической станции. В соседях у них только длинномордые тюлени-тевяки, да одичавшие лошади. Поющий бархан, Казахстан. В сухую погоду в национальном парке Алтын-Эмель раздаются звуки органа. Концерты дают знаменитый поющий бархан. Причина феномена в трении песчинок. Чем больше песка в оркестре, тем выразительное звучание. Иногда это слабый писк, а порой настоящий грохот. В древности верили, что таинственные звуки издает уснувший в песках шайтан.